2024 стал очередным успешным годом для мирового лидера в боевых единоборствах. 8 декабря «Октагон» вернется домой в Лас-Вегас для финального пей-пер-вью года. В мейн-ивенте вернется король наилегчайшего дивизиона. «Я вновь доказал это и продолжу доказывать, сколько нужно!» «Если ты хочешь быть чемпионом, ты должен быть готов биться со всеми. Я хочу доказать, что я лучший в мире в наилегчайшем весе». Александре Пантожа намерен продолжить строить свое наследие, когда примет вызов международной суперзвезды. Кая Сакура дебютирует в UFC, и он будет биться за пояс чемпиона наилегчайшего дивизиона. Кая Сакура прославился в японском промоушене «Райзен», став двухкратным чемпионом легчайшего веса. Японская сенсация теперь намерен перенести свои агрессивные навыки в UFC. И заявить о себе в первом появлении в октагоне, заняв трон наилегчайшего веса. Это будет удивительный и шокирующий поединок. Я уверен, что могу вынести его одним ударом. Я хочу, чтобы все увидели это. Кая Сакура лучший боец наилегчайшего дивизиона после Пантожи. UFC 310, Кая Сакура. Твоя голова окажется на моем столе. Погнали. Я выхожу финишировать всех оппонентов. Я чемпион, я здесь. В Коумейн-Ивенте топовые полусредневесы поставят рекорды без поражений на кон. С показателем финишей в 100%. Шавкат Рахмонов уничтожил всех, кто вставал на его пути к главной цели – золоту UFC. Но ему предстоит самый сложный тест. Он столкнется с таким же целеустремленным претендентом – Иэном Мачадо Гэри. Ставьте их в очередь, и я их вынесу. Ирландец уверенно пробивался в рейтингах. А теперь намерен заявить свои права на титульный бой, став первым, кто одолеет бойца из Казахстана. Я иду за титулом чемпиона. Также в главном карде претендентский бой тяжеловесов сведет бывшего временного чемпиона Сирила Гана с набравшим обороты Александром Волковым в важнейшем рематче. Димобайл-арена в Лас-Вегасе в очередной раз станет полем боя элитных спортсменов. И мы предлагаем вам погрузиться в их подготовку. Это обратный отчет. UFC 310 В годы становления смешанных боевых единоборств Япония была главным игроком. Восхождение Прайда в Синь. сделало Японию эпицентром растущего международного спорта. С боями укоренившимися в культуру людей. Эта азиатская нация произвела многих легенд, которые останутся в аналогх спортивной истории на долгие годы. Их присутствие ощущалось и когда UFC стал домом лучших бойцов. Но несмотря на такую богатую историю, у Японии пока не было чемпиона UFC. Надежды нации теперь лежат на плечах нового претендента. Многие из сегодняшних топовых бойцов ММА начали свой путь традиционно, тренируясь в единоборствах. Но в случае с японцем Каем Асакурой, его фундамент в боях был совершенно необычным. История о том, как я попал в ММА, честно говоря, просто сумасшедшая. Мой старший брат буквально каждый день дрался на улице. Он всех перебил, и в итоге ему было не с кем биться. Так что однажды мой старший брат вытащил меня на улицу посреди ночи. Ни с того ни с сего он дал мне боксерские перчатки. И он действительно пытался убить меня каждым ударом. Мне удалось от всего увернуться. Это был мой первый настоящий бой, и тогда я осознал, что у меня есть большой потенциал в боях. После этого я начал тренироваться в ММА. Когда я начал выступать в смешанных боевых единоборствах, ММА в Японии были не так популярны, как в свое время. Прайд закрылся, и в те времена была другая организация под названием The Outsider. Это была самая популярная организация в тот момент. Я решил выступать там и стать знаменитым бойцом. Природный талант Асакуры расцвел многообещающий старт карьеры ММА. Знатно пошумев на региональной азиатской сцене, Асакура стал местной сенсацией в японском промоушене Райзен. Когда я пришел в Райзен, моей целью было стать чемпионом этой организации. И когда я поставил себе эту цель, я начал трудиться для ее достижения. По силе воли я не уступаю никому. Я знаю, что нужно делать, чтобы достичь цели, и я фокусируюсь на этом. Я был счастлив, когда достиг ее. Но сразу поставил себе новую цель. Стать лучшим в мире. Вот чего я хочу. Стать чемпионом UFC – это моя новая цель. Я оставляю пояс чемпиона Райзен и буду биться в UFC. После подписания в UFC статус двукратного чемпиона Райзена вывел Кая на титульный поединок с королем на легчайшего дивизиона. В воскресенье, 8 декабря, на Тимобайл-арене в Лас-Вегасе в мейн-ивенте чемпион на легчайшего дивизиона Пантожа столкнется с дебютантом Каем Асакурой. Никто не хотел с ним биться, но Пантожа – настоящий крутой чувак и принял этот бой. Зал Американ Топ Тим славится своими чемпионами мира. И эта репутация заставила Пантожу уехать из своего дома в Бразилии для преследования мечты достичь вершины спорта. Я помню точный момент, когда понял, что могу стать чемпионом мира. В первых четырех боях UFC у меня в углу все время были разные люди. Это были хорошие ребята, но я не знал, на своем ли я месте. И затем, когда я познакомился с Парумпой, я понял, что это отличная возможность найти наставника, главного тренера. Тогда я и приехал в Американ Топ Тим. В 2018-м Пантожа связался со мной через нашего общего друга, попросил, чтобы я начал работать с ним. Это молодая мощная мощность. У нас есть большая мощность. Мονец! Девушки отдыхают. Я тренируюсь в лучшем зале в мире, American Top Team, мой тренер Парумпа просто потрясающий, он мне как отец. И наши отношения с ним не ограничиваются только залом, я для него почти как отец. Мы говорим с ним обо всем, я стараюсь передать ему свой опыт в этом бизнесе. Он в центре своего бокса, и я поставил его пленку. Понятно? Поехали! Для Пантожа и всех своих тренеров, это было время, но теперь все, что мы знаем, все, что мы взяли вместе. Он потрясающий боец, который усердно трудится и хочет учиться. Он всегда хочет больше и больше. Как мне вырасти, как мне стать лучше в этом аспекте, в этом аспекте. Начав тренироваться здесь, я сразу заметил свою эволюцию. И тогда я понял, да, теперь я могу взять пояс. Пантожа – пантожа – пантожа – пантожа, и надеянец, он получает возможность и становится чемпионалом. У тебя есть вечер, брат. Он будет свет, это будет свет. Для своих прежних тренеров в Американском топ-теме, Парумпинья. Они вложили много времени, чтобы помочь строить этот человек в этом аспекте. Удой, шутер! Удой, шутер на кобеса! Это настоящее удовольствие наблюдать его эволюцию с 2018 года до этого момента. Он, наконец, завоевал титул. Затем защитил его дважды и готов к третьей защите. Я бился с лучшими бойцами со всего мира. Я бился с мексиканцем, с американцем, с австралийцем. И теперь у меня есть очень сильный претендент, лучший боец из Азии, парень из Японии. Рвение Пантожи закрепится в статусе лучшего флайуэйта в мире. Открыло двери для бывшего двукратного чемпиона Райзена Кая Асакуры. Лагерь Пантожи давно следил за японской звездой, которая дебютирует на UFC 310. И подготовка чемпиона укрепляется опытом его давнего тренировочного партнера, действующего короля Райзена в наилегчайшем весе, Киоджи Хоригучи. Киоджи один из лучших моих тренировочных партнеров за всю жизнь. Я многому учусь у него. Он самурай. Отличный парень. Я рад, что тренируюсь с ним. Я видел оба поединка Киоджи с Каем. И один из них Кай выиграл. Он побил Киоджи. Я знаю, что чтобы одолеть Киоджи, нужно быть очень сильным. Но знаете, в следующем бою Киоджи убил этого парня. У Кая хороший рекорд. Он сильный боец. Но я верю, что Пан тоже на другом уровне. Так что либо сабмишин. Да, финиш. Он его финиширует. Да. Кай это парень, который уже давно на нашем радаре. Он выиграл один бой против Киоджи. И именно поэтому мы уже изучали его. И сейчас изучаем еще лучше. Кая Сакура – это опасный боец. Он большой, высокий. Он спустился из более тяжелого дивизиона. Так что это вызов для всех нас. У Кая потрясающие навыки в ударке. Но если мы говорим о грэплинге, то нас с ним даже не стоит сравнивать. Я думаю, что Пан тоже – это всесторонне развитый боец. Он будет все пять раундов переть на тебя и пытаться финишировать каждую секунду поединка. Я верю, что он будет готов показать, что он лучший боец наилегчайшего дивизиона в мире. Южная Флорида – это дом многих бойцов. Включая чемпиона наилегчайшего дивизиона – Александре Пантожу, который выбрал эту локацию из-за плюса в тренировках и качестве жизни его семьи, поддерживающей его с самого начала. Да, сними уже футболку и прыгни в бассейн. Я люблю проводить все свое время с семьей. Давай! Деньги на кону стоят. Это чемпионат. Я нашел идеальное место. У нас есть бассейн, отличные соседи, и мы близко к КТТ. Детям здесь нравится. Американская мечта, знаете. Это мое место. А это мой партнер, мой босс. Это женщина, которая сделала из меня настоящего мужчину. Моя жена Габриэла – это огромная часть моего успеха. Я думаю, что правильная женщина может сделать тебя чемпионом мира. Габриэла. Моя жена. Мои дети. Я так усердно трудился ради этого. Я все время говорю, что стараюсь произвести на нее хорошее впечатление, и вот я чемпион мира. Эту полку для меня сделала жена. Она специально подготовила это, чтобы я оставался сфокусированным на своей цели. Она сказала, что хочет выставить сюда еще больше поясов. Решение Панто же облететь мир в поисках формулы для раскрытия своего потенциала отзывается и в его следующем оппоненте. Хотя большая часть пути Кая Асакуры в ММА прошла в Японии, желание расти повело его за границу. Там несколько судьбоносных знакомств позволили ему собрать команду чемпионского калибра. Эли Керич – это мой тренер по ударке. Полтора года назад я полетел в Лас-Вегас для тренировок. Так совпало, что Эли тоже прилетел туда из Франции. Сегодня мы приехали в синдикейт-джим, и я буду здесь тренироваться. Он подошел ко мне и предложил поработать с ним на лапах. Его техника и глубокие знания в ММА просто поразили меня. Так что я подумал, что он был бы для меня идеальным тренером. Точно так же я познакомился и с Билли в синдикейт-ММА. Я посетил несколько тренировок по борьбе, которые он вел, и после этого я подумал, что его техника борьбы потрясающая. У него отличные тренировки. Этот тренер очень силен. Мы с ним хорошо поборолись после тренировки. Я пригласил их прилететь в Японию на мой бой. И в итоге я выиграл поединок после работы с ними. После этого я попросил их стать моими тренерами, и они переехали в Японию. Мой брат! Привет, брат! Как ты? Хорошо! Спасибо, что прилетели. Рад тебя видеть. Спасибо за приглашение. Вот они и прилетели. Смотрите, Билли здесь! А Сакура и его новая команда хотят продолжить победный путь в UFC и коллективно готовятся сотворить историю в титульном поединке против Александры Пантожи. Я официально присоединился к команде Кая в этом году, и мы стараемся сделать первого японского чемпиона UFC. Кая огромный. Он суперсильный, он быстрый, он длинный. И с его скоростью, с его габаритами он огромная угроза для Пантожи. Он попрет на тебя, будет давить и пытаться удерживать на земле. Так что тебе нужно усердно потрудиться и в ночь боя устроить шоу, стать чемпионом. Пантожа силен во всем. У него отличная ударка, он хорош на земле, у него хорошая борьба. Но, по моему мнению, во всех этих аспектах у него нет ничего особенного. Если ты дашь Каю крохотный шанс долю секунды, он вынесет тебя. Его способность читать паттерны оппонентов, ловить этот тайминг и вырубать их делает его особенным. Так что за 25 минут у нас будет много таких возможностей. Многие люди боятся получать, пропускать удары. У меня же этого страха нет, в отличие от других. И поэтому я могу четко смотреть на своего оппонента и пробивать сильные удары. Дебютировать в UFC и сразу оказаться в титульном поединке – это огромная возможность. Если он возьмет этот пояс и станет первым чемпионом UFC из Японии, это будет огромным событием для всей страны. И мы скоро сотворим историю. Весь мир ММА ожидает приход главной звезды Японии на крупнейшую сцену ММА 8 декабря, где Кая Сакура намерен сместить правящего короля на UFC 310. У Кая потрясающие навыки в ударке. Но где бы ни проходил бой, это будет мой бой. На UFC 310 я хочу финишировать Кая Сакуру, снести ему голову и поставить на стол. Люди уже давно говорят про Кая Сакуру. Он один из самых зрелищных ударников, он невероятно взрывной. Мое преимущество над Пантожей заключается в том, что я могу вынести его одним ударом. У него куча нокаутов, он чемпион Райзен. Кая Сакура лучший в наилегчайшем дивизионе, за исключением Пантожи. Этот парень может стать звездой. Возможно, лучшие колени во всем ММА. Он вынес Харигучи за минуту. И он привлекает огромные цифры. На его YouTube-канале больше миллиона подписчиков. Он популярный чувак. Так что у него есть возможность прийти и сходу стать суперзвездой. А Сакура придет в большое шоу на крупнейшей из возможных сцене. В истории UFC было очень много легендарных нокаутов, которые помнят все. На UFC 310 я пополню этот список легендарных моментов. Я ожидаю, что все закончится за один удар. Пантожа Кая Сакура. Феноменальный бой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова